Здравствуйте! В эфире программа «7 минут». Завершился 10-й полевой сезон Переславой Рязанской археологической экспедиции. О том, какие интересные находки удалось обнаружить, нам расскажет наш гость Олеся Фаотюнина, научный сотрудник отдела археологии Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Здравствуйте, Олеся! Здравствуйте! Скажите, как завершился сезон? Действительно, буквально на днях завершился 10-й полевой сезон исследований на житном раскопе на территории Кремля в Переславле-Рязанском. Вот уже 10 лет, как Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник проводит научное изыскание, которое позволяет окунуться нам в глупяков и узнать о событиях в далеком прошлом. В чем особенность этого раскопа? Особенностью стало то, что культурный слой у нас достаточно сухой, тогда как в предыдущие годы он был влажным, а влага способствовала хорошей сохранности изделий из органических материалов, то есть из дерева, из кожи, из кости. Но, несмотря на такое плохое состояние слоя, да, не способствующие сохранению органики, тем не менее мы смогли зафиксировать остатки двух деревянных конструкций. Особенностью первой конструкции является то, что она была перекрыта достаточно мощным слоем суписи, составляющей около 30 сантиметров. Особенностью второй срубной конструкции является то, что у ней зафиксировано огромное скопление рыбьей чешуи. Чешуя будет отправлена в Москву на анализ, и специалисты нам скажут улов, каких видов рыб преобладал в то далекое время. Что касается других наиболее интересных находок, то за сезон мы сделали более 870 индивидуальных находок. В большей части это фрагменты стеклянных браслетов, которые были излюбленным украшением горожан в те времена. Кроме этого мы находили разнообразные бусины, которые составляли многочисленные бусы, яркие и нарядные. Те самые стеклянные браслетики, как видим, они различны по своей цветовой гамме. Такие вот интересные вещицы. Особо отмечаю вот этот стеклянный браслет. Предположительно он привезен из Византии, то есть видим, что по основному синему фону проходит еще растительный орнамент. То есть очень редкая, уникальная вещь. Что касается бусин, которые зафиксированы в большом количестве, то они у нас весьма богаты по своему орнаменту. Как видите, это вот и всевозможные формы, и очень яркие цветовые гаммы, которые, в принципе, восхищают нас и сегодня своей красотой, своей изящностью, яркостью. Из изделий железа могу продемонстрировать железный нож, который вот был обнаружен в этих слоях. Интересная находка каменной литейной формы. Использовали сразу две стороны этой формы. С одной стороны отливались колечки, с другой изделия округлой формы. Это специальный инструмент, использовался мастером-ювелиром. Очень достаточно такая редкая, интересная находка. Вот мы немножечко говорили о рыболовстве. Такой промысел существовал, активно развивался. И вот как свидетельство, это железный рыболовный крючок и глиняное грузило на сеть. Что нового удалось узнать об истории Перецлавля? Хочу отметить, что в этом году мы опустились на глубину более пяти с половиной метров. И по времени мы оказались в первой половине тринадцатого века. Изучение именно этого периода нам особо важно, поскольку в письменных источниках не сохранилось данных о событиях 1237 года. И мы не знаем, что же было с Перецлавлью Рязанским в тот год, когда полчища Баты, полчища монгола-татар разрушали ряд русских городов. В этой связи вопрос об участии нашего родного города Перецлавля Рязанского остается открытым и во многом дискуссионным. Олеся, скажите, когда мы увидим экспозицию? Вещи, которые были обнаружены в этом сезоне, в течение ближайшего года будут находиться в научной обработке. То есть будет вестись их изучение, исследование. Например, изделия из железа поступят на металлографический анализ. Изделия из цветного металла будут проанализированы на состав химический. Что касается изучения керамики, изделий из кожи, то будет проведен сравнительно типологический, статистический анализ. То есть в ближайший год это как раз полноценное всестороннее научное исследование. Лишь позднее вещи попадают в фонды музея и потом уже демонстрируются для широких слоев населения, для посетителей нашего музея-заповедника. Расскажите о прошлых находках. В прошлые сезоны мы находили огромнейшее количество изделий из кожи. Это свидетельство сапожного производства на территории нашего древнего города Переславля-Рязанского. Так, за несколько лет работы было обнаружено более 23 тысяч изделий всевозможных из кожи. Конечно, это детали и целые формы кожаной обуви. Обычно принято считать, что Русь была страной лапотной. Конечно, это так, но не совсем. Дело в том, что горожане носили совсем другую обувь. Они носили обувь кожаную. И вот как раз детали кожаных сапог мы находим в огромнейшем количестве. Казалось бы, что сапоги, что может быть в них интересного? Дело в том, что мы изучаем культурный слой по слоям. И мы можем привязывать эти сапоги к конкретным временным отрезкам. Так тщательное, кропотливое изучение позволяет нам сказать, как же менялась обувная мода на протяжении веков. Мы можем увидеть кучу всевозможных интересных вещей. Например, что головки сапог в те далекие времена расшивались. Расшивались цветными нитями. Конечно, сегодня, спустя пять веков, доставая такой сапог, мы не видим яркие, сочные краски. Но, тем не менее, остаются дырочки, следы от проколов. И по ним мы можем увидеть, как же проходила вот эта яркая, нарядная цветная нить. Скажу, что на нашем роскопе зафиксированы такие головки со следами изображения трелистника. Трилистник – растение, цветок, его еще называют клевер. То есть растение с тремя лепестками. Считается, что это может быть связано и с более глубокими представлениями наших предков. Якобы трелистник ассоциировался с отцом, сыном и святым духом. Вот, возможно, глубокие такие представления нашли свое отражение уже в более позднем орнаменте. Вот насколько глубока и интересна история наших далеких предков. О чем рассказывают эти находки? Можно сказать, что наиболее интересные находки, обнаруженные в последние годы археологических работ на территории нашего города, уже находятся на постоянной экспозиции, которая называется «Переславль-Рязанский. Археология открывает тайны». Археологи не просто знакомят с особенностями работы археологов, не просто демонстрируют интересные яркие вещи, но и в доступной форме объясняют о современном состоянии археологической науки. Дело в том, что археология сегодня характеризуется комплексным всесторонним подходом к изучению древности. То есть это не просто извлечение вещей из земли, как обычно говорят так называемые черные копатели, когда они своими незаконными действиями просто губят, уничтожают наше прошлое. Но это комплексный подход именно к изучению специалистами. Мы привлекаем различное количество узких специалистов, которые комплексно и всесторонне исследуют вещи. То есть главная задача работы археологов – это получить максимум информации и как можно более точно реконструировать события далеких периодов, основываясь на полученных материалах. А это возможно лишь при работе специалистов, профессионалов, при тщательной, детальной фиксации всех особенностей культурного слоя. Чем будете заниматься вне сезона? Обычно считается, что археологи работают только летом, но нет, работа ведется круглый год. В ближайшие месяцы это научная обработка, обработка камеральная, то есть подготовка материалов для длительного хранения. Самые яркие, необычные вещи будут переданы реставраторам, чтобы они смогли сохранить, зафиксировать состояние вещей, чтобы мы смогли их долгое время хранить в нашем музее. Также продолжаем работать и с людьми, то есть при нашем Лизанском музее действует клуб археологов, куда приходят все желающие, где можно обсудить вопросы археологии, можно узнать о новых всяких интересных вещах. Кроме этого, мы работаем с детьми, есть клуб археологический для детей, также с детьми занимаемся на базе музея. Какие мероприятия планируете в ближайшее время? Конечно, не только в постоянной экспозиции будут представлены интересные находки, а также их можно увидеть на всевозможных выставках, которые представлены для посетителей на различных акциях, проводимых музеем. Самое ближайшее мероприятие – это День знаний. 2 сентября можно будет посетить все экспозиции нашего музея, и, конечно, посетить археологический раскоп и увидеть все эти замечательные вещи своими глазами. Кто принимал участие в работе? В этом году с нами принимали участие в работах студенты-практиканты исторического факультета Рязанского государственного университета. У них это обязательная практика. Кроме этого, уже долгие годы с нами плодотворно сотрудничает 36-я школа и гимназия номер 2. Их учащиеся проходят свою производственную практику на базе музея. Особо хочу отметить, что в этом году с нами работали отдельные ребята из ряда рязанских общеобразовательных школ. Порядка 10 школ было задействовано в этом году. Это и 20-я школа, и 53-я, и 55-я, и 5-я гимназия. Очень рады, что такое количество детей приходит к нам. И приходят они работать в различную погоду, и в жару, и в холод, и когда дождь. Мы говорим, ребята, сегодня работы не будет, сегодня дождь, мы не можем. Они говорят, давайте подождем, когда закончится, и будем искать, как же так, день пройдет, а мы ничего не найдем. То есть это очень похвально и отрадно, что такие стойкие ребята у нас есть, что они приходят, помогают, изучают наше глубокое прошлое. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. До скорой встречи в эфире.